МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все экономичные партнеры. Делегация нашей области примет дел в другом форуме региона Белоруссии и Украины. Километры свежего асфальта удобно проводят в парадах городские дороги. А сейчас об этом больше подробно. Сегодня в регионе распространялся пресс-тур с делом российских журналистов. В составе делегации 40 человек. Это сотрудники периодичных выданий, аудиовизуальных СМИ и блогеры. В программе четырехденого визита, наведывания промысловых и сельско-господарших предприемств, знайомство с культурным и туристичным потенциалом Гомельшины. О первых уражениях журналистов – материал Дмитрия Котова. Знайомство с вытворшим комплексом региона распочинается визитом на предприемство «Милковита». Его мягчимости дозволяют за сутки перепрацовывать кля тысячи тонн молока. Уся сыровина поступает от сельгаз предприемств, размещенных на территории в области. Журналистам демонструют одну из започных новинок. Это молоко при певной температуре может заховываться до одного года. Подобные товары дозволяют предприемству замоцовывать свои экспортные позиции. Рынок сегодня нас, можно сказать, даже заставил изготовить данное молоко, потому что мы вышли на рынок Китая. А китайские потребители, вы понимаете, логистика пока доедет, пока постоит в магазине. Естественно, они просят, чтобы не менее года. Вот мы на него вышли, выходили на него два года. Потому что для того, чтобы получить продукт со сроком один год, надо, чтобы оно выстояло два года. Экспортная география Налишевой сегодня 16 краин. Российская Федерация – оголовный партнер. Гости признаются, сирот их знаемых, белорусские продукты, як молочные, так и кондитерские выробы, корыстаются великим попытом. У повседенным житияны обовязковый элемент рациона. Задача пресс-тура ближее познаемится с вытворчестью, любимой для многих продукции, и поделиться отриманной информацией со своей аудиторией. Першие уражения только станучи. Я вообще очень люблю производство. То есть я стараюсь, я в Ленинградской области, в Петербурге достаточно посетила много производства. Мне, конечно, очень интересно. Я тут что-то успела попробовать, очень вкусно. Хочу сказать, что в Петербурге, может быть, я просто не замечала, но не знаю, насколько полно этот бренд представлен. То есть я вернусь, обязательно обращу на это внимание, обязательно прикуплю что-нибудь вкусненькое. Но вот мне очень все понравилось. Провели дегустацию, очень все вкусное. И посетили промышленное производство. То есть смотрели, как молоко разгружают, как упаковывают различные виды продукции. Ну, понравилось. Там хорошее оснащение, современное оборудование. Так что, положительные впечатления. У другой полови дня журналисты сустрелись с керовництвом Гомельского Абалвы-Канкама. Диалог отрымался вельми информативным. На протягу омаль-годины представники российских СМИ активно задавали пытания. Их цикавили у первую чергу развитию экономичных взносинов помеж двумя краинами, туристичный потенциал региона, стан потерпелых у вынеку аварии на АЭС, территорий. Чорнобыльская тема у Вогулі была одной из самых популярных подчас устречи. Завтра журналисты наведают Полесский радиоцинный экологичный заповедник и смогут деталёво ознайомиться с проводимой работой. Очень важно, чтобы молодое поколение знало про эту аварию и относилось, скажем так, серьёзно к тому, что произошло. Это действительно большая трагедия и для России, и для Белоруссии, и для Украины. То, что сегодня Белоруссия открыла, скажем так, часть этой зоны для туризма, наверное, это очень правильно для того, чтобы снять вот этот информационный вакуум. Потому что информационный вакуум приводит к тому, что у людей есть опасения, какой-то страх, а не всегда он обоснован. Я думаю, что это правильный шаг. Мы съездим, посмотрим, как это на практике происходит. В программе четырёхдённого визита так само наведывание предприемства Мазырского и Житковицкого районов. До того же гостей познайомят с работой Республиканского навыково-практичного центра радиоцины и медицины и экологии человека. А так само проведут экскурсии по наибольши знаковых туристичных и культурных объектах региона. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадио, компания «Гомель». Делегация Гомельска в области начале со старшинёй Абл-Ваканкама Геннадзим Соловьём приме удел у другим форуме регионов Беларуси и Украины. И он пройдет третьего и шатёртого кострышника у Житомиры. Продприемства региона, сярод яких БМЗ, Гомельский химичный завод, Светлогорск химволокно и Мелковита плануют подписать погоднение и контракты на сумму большим 40 миллионов долларов. Уся года переговоров на восьмом посяжении Беларусско-Украинского консультативного совета делового сопротивничества долучатся 13 предприемств у нашей области. Нагадаем, что первый форум региона Беларуси и Украины год тому пройшёл в Гомеле. Город Житомир наш давнишний партнёр, но в этом году мы обновим соглашение о научно-техническом, инвестиционном, культурно-гуманитарном сотрудничестве с Житомирской областью. Благодаря первому форуму мы достигли хороших результатов. Так, экспорт прирос на 5% как за прошлый год, 2018-й, так и за 7 месяцев этого года экспорт увеличился на 5%. В целом товарооборот Гомельской области с регионами Украины прирос на 11% за 7 месяцев 2019 года. Программа форума продуглеживает шмат инших мероприемств, например, круглый стол на тему развития рожного судноходства подняпры и будовництва порта в нижних жарах Брагинского района. На выставе буйно-габаритной техники свою продукцию проставить открытое акционерное товариство «Гомсельмаш». Гомельский химзавод суместно с Гродно-Азотом презентует удобрение, а БМЗ – металлопродукцию. Беларусь-нафта покажет установку, с допомогой оказывая послуги украинским партнерам. У Кермаши примут уделы Рогачевский молочно-консервовый комбинат, открытое акционерное товариство «Спартак» и Новобелецкий комбинат хлебопродуктов. Декоративно-прикладное мастерство и культуру региона представить ромесники и творшие коллективы Ельского и Лельческого районов. Ширая размова, приемные вспомины и новые планы. Сегодня Гомельским областным объединением профсоюзов с нагодой Дня пожилых людей витали тех, кто о профсоюзной деятельности, а до многих годах и даже 10 годах своего життя. На встречу пришли коля 30-ти былых активистов профсоюзного руху. И они не спешаются идти в залу «Перамоудзе» для их накрытый святошный стол. Тут у фойе гости обмениваются новинами и думками. Потом фото на память. Дарейший сюрпризом станет, что после завершения мероприемства каждый присутный отримает такий здымок. А еще для гостей подрихтовали не великий фильм об профсоюзном руху региона. И рассказ об том, чем живет организация зараз, как развивается, какие маи перспективы и новые махчимости. Почас мероприемства два былых активисты отримливают медали 115-ть годов профсоюзному руху Беларуси. Сегодня традиционно в Гомельском областном объединении прием наших пожилых людей, как праздник называется, День пожилых людей. Это те люди, которые отработали в нашем объединении. Некоторые даже из них не один десяток лет. Но здесь срок работы и не важен. Главное, что человеку, что он заслужен отдых с нашей организацией, мы сегодня их принимаем и всячески пытаемся отметить, почувствовать, сделать приятные сюрпризы, побеседовать даже просто с ними. Сегодня активисты профсоюзного руха и волонтеры так же наведали тех, для кого увага и поддержка, бодай, самое главное. Гостей сустракали в доме-интернате Шубина, который находится в Ветковском районе. На мероприемство завитала и наша здымошная бригада. Александр Пахилов в шубинском доме-интернате год. Миноведо столько прошло с момента, когда один за одним у гвардии подполковника запасу сдарились несколько инсультов. Парализовала левый бок Тулова. Пришлось опродать квартиры уречицы и переехать сюда. Иншого выясня не было. Зараз Александру 57. Каждый день он марает, что худка развитается с интернатом, набудет жилье и заживе самостоинно. Погуть, читая книги, гуляя по любимым маршруте и занимается реабилитацией. И раз в месяц, чекая приезду дачки и былой женки. День состоит, ну, как обычно. Подъем, прием пищи, кормит хорошо, уход хороший здесь. Потом прогулка, стараюсь больше двигаться, больше ходить. Хотя пока еще с помощью палки, но выхожу на свежий воздух. Свой маршрут у меня намечен. Я вот прохожу обязательно этот маршрут. И уже пытаюсь часть маршрута идти без помощи палки. Палку просто держу для подстраховки в руке. Разрабатываю ногу. Ну, вы лучше себя чувствуете? Если сравнить, там, первый месяц после инсульта и вот сейчас. Значительных улучшений не произошло, но некоторые движения рукой я уже без помощи здоровой правой руки могу осуществить. Раньше она висела, грубо говоря, плетью. А сейчас уже какое-то движение, прогресс какой-то есть. По коль мы гуторали с Александром, у столовой дома-интерната почалося свято с нагоды Дня пожилых людей. Усяго тут живут 117 человек. На три меньше, чем сдольная сместить установа. В основном, это люди во взрослые от 50 до 97 годов. Многие живут тут 10 годами, не которых забирают до дому родные. Але это бывает не так часто. Тому любая увага – каштонность. Нужды не испытываем, потому что все, что запланировано, нам поставляют. А так, единственный дефицит – это внимания, которым его не хватает. И поэтому рады, когда кто-то приезжает или в гости, или общественные организации. Я скажу, что у нас активно работают волонтеры с исправительной колонией поселения. Они бывают по выходным, суббота, воскресенье. Они с ними общаются, играют в разные игры. И нам здесь раскрашивают здания, помогают фасаду украшать. То есть, это первые волонтеры, которые на постоянной основе. На мероприемство с нагодой Дня пожилых людей Гомельское областное объединение профсоюза выделило 600 тысяч рублей. На акцию в доме-интернате Шубина – тысячу. Ладить святы допомогали и волонтеры. Подарунки, кветки, концерт, солодки, столы – просто махчимость отчуть себе потребными. Такий насыщенный день у интернате запомнить надолго. И все ж таки, хочется верить, что эти люди будут потребны не только державе, а и своим родным. И смогут вернуться додому. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» из Ветковского района. Протягиваем выпуск. У Добрыши зараз проводятся масштабные работы по доброй упорядковании. Размова в первую очередь об ремонте дорог. На этой мыте накеровываются средства, которые мясовый бюджет отримал в виде податков от субъектов господарения. Протяг темы в наступном сюжете. С высшими птушиного полету Добрыш сдается вельми пригожим. Яснуючие проблемы практически небачные, але это не значит, что их нема. И в первую очередь это как и здорово. Так здарилось, что масштабные работы по доброй упорядковании города не проводились давно. И на некоторых участках, однекали нового асфальту, практически ничего не засталось. Это пытание стало настолько актуальным, что навод узначали ласписты, по яких грамадзяне звертаются у районный выканавчий комитет. Были просмотрены улицы, где самые критические моменты, были обращения граждан. Это все было проанализировано и согласовано, какие улицы будут подлежать текущему ремонту. На вращении дорожной проблемы у Добрыши накеровали сродки, отриманные у якости податков от субъекта господарения. У Списе 10 улиц и некольки дворовых территорий. Все запланованное должно быть выполнено до конца года, но если мерковать по темпам работ, с дарцем это ранее. При этом работа не обмежевывается только заменой асфальту. У дворах вырошили одночасово привезти в парадок и шеи детячие гульнявые пляцовки. Под час приезда нашей сдымочной группы дети находились в школах и детячих садках, но в вечере и в выходные дни тут за все дышматлюдно. Еще одна дополнительная горка пластмассов, потому что железная горка она высокая. Для поменьше деток поставили пластмассовую горку, были поставлены также две качели, был обновлен турник и еще одна качеля-качелка, и была обновлена песочница. Она была просто новыми досками, обновили песочницу. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Добрыша. Сегодня в Гомельском районе у першиню прошел конкурс «Маленькие сокрыты великого ураджаю». Мясовые жахары проставили сельско-господаршую продукцию, выращенную на проседибных участках. Идея проведения выставы конкурсу належит районной организации Белорусского союза жанчин. Корыстное починание потребовал районы Совет депутатов. На думку организаторов, конкурс повинен сприять формированию позитивных относинов до сельского життя. Еще одна задача – установление творческих контактов и обмен опытом по вырушиванию садовины и городнины. Коли мерковать по представленных разносолах, які сами удельники характеризуют выклюшно як экологично чистые и смачные, на выставе саправды было чему поучиться. По великим рахунку, яна стала подведением выников сельско-господаршего года на проседибных участках Жихаров района. На нашей сегодняшней выставке представлены именно разносолы, выращенные на приусадебных участках жителей нашего района. Это не городские, скажем так, закупки ярмарочные. Это наша выращенная продукция. Сегодня у Международный день музыки святошным концертом под назвой «Виват музыка» открывает 53-й сезон Гомельская областная филармония. Другий месяц в осени будет в Оголе насыщенным на творшие программы. 21-й Кострышника в областном центре распочнется пятый форум классичной музыки. Организаторы обязают провести его под знаком якости. Подробно про программу форуму нашим корреспондентам рассказали на пресс-конференции. Вселетний форум классичной музыки громко заявил про себя, коли в городе только появились афиши концертных программ. Именно запрошенных гостей ураживают, а коллаборация с нашими музыкантами усмачняет прочувание. В этом году форум называется «Под знаком качества». И это ведь действительно так. Те артисты, музыканты, которые приезжают к нам в Гомель, это высококлассные музыканты. И по-другому мы даже не могли форум назвать. Так как художественный руководитель и главный дирижер Мурада Суил имеет свое видение и каждый год предлагает нам новые идеи и новые варианты сотрудничества и взаимодействия с музыкантами, в этом году юбилейный форум однозначно было принято сделать международным. Поэтому мы остановились на том, что мы будем брать не количеством, а качеством. Открыли форум с усветной вядомой пианист Барис Блох, и он разом с симфоничным оркестром под керауниством Мурада Суила выканая симфонию номер 40 Моцарта. Не сконченную симфонию Шуберта, а так самый гениальный концерт для фортепиано с оркестром номер один Чайковского. Музычная подея отбудется на сцене колледжа мостаства имя Соколовского, 21-го Кострышника. Наступный концерт форума запланованный на 14-е листопада. Перед гомельским слухачом у першыню выступят артысты Миланского оперного театра «Ласкала». А 15-го Снежня заключенная программа подарит сустречу с выдатной французской музыкой в выконании виеланчелиста Марка Драбинского. Учитывая то, что это наш юбилейный форум, мы всегда готовим сюрпризы. В этом году мы эти сюрпризы анонсируем, иногда мы их немножко скрываем. А в этот раз это большая радость для нас и для города, и для коллектива, то, что к нам приезжают замечательные зарубежные музыканты. Всегда очень интересно посмотреть на вот эту коллаборацию, которая проходит между нашим оркестром и приезжими артистами, потому что в этот момент и наши артисты сразу же становятся артистами международного класса. Зауважьте, каждый из концертов форума будет проходить 1-й месяц. Такий расклад программы организаторы сделали специально, чтобы аматоры классической музыки имели мягчимость трапить на каждое из трех выступлений. Евгений Кухаронак, Евгений Макенко, Телерадио, компания «Гомель». У Беларуси до конца ты дня похолодает. Серода другого кострышника в нашем регионе будет ясной и теплой. В день поветро прогрится до 20-23 градусов. В четверо вечером мягчим и дождь. Температура поветра в нашей складе до 14-ти, в день до 18-ти градусов выше за нуль. В четвертого кострышника на большей частой территории пройдутся короткочасовые дожжи. В нашей будет до 12-ти, в день до 13-ти тепла. У выходные дни на территории краины взносится уплыв скандинавского антициклона. Чекается холодное с нашными заморозками на дворье. Эти и другие новины можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomel.by На этом выпуске завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Карачук. Здравствуйте. Специалисты следственно-оперативной группы не нашли на теле умершего в монастырьке велосипедиста видимых травм, характерных для ДТП. Напомним, вчера днем на улице Толстого прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни. Рядом с телом лежал велосипед. Проверку по факту смерти гражданина проводит Гомельский городской отдел Следственного комитета. Назначена судмедэкспертиза. Результаты будут известны позднее. В Калинковичах молодой водитель на Фиате сбил пожилую женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло накануне около восьми вечера. 23-летний молодой человек ехал на автомобиле по улице Октябрьской в направлении улицы Карла Маркса. В это время 66-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Что и стало в итоге причиной смертельного ДТП. От удара пенсионерка получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. В Жлобине мужчина угрожал работникам салона сотовой связи перочинным ножом. Одна из девушек-консультантов не растерялась и незаметно нажала на тревожную кнопку. На место незамедлительно прибыли представители департамента охраны. Мужчину задержали. Угрожающим оказался 41-летний безработный, ранее судимый гражданин. В ходе досмотра изъяты два перочинных ножа. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за особо злостное хулиганство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. И горячие новости от Гомельского областного управления МЧС. Накануне вечером в один из домов агрогородка Тихинище Рогачевского района попала молния. Удар вызвал пожар. К счастью, никто не пострадал. Повреждены лишь обшивка и стена деревянного дома. А в Петрикове горела комната в общежитии. Предварительная версия возникновения пожара – нарушение правил использования электрооборудования. Пострадавших нет. К этому часу это все новости о происшествиях нашего региона. Оставайтесь на Беларусь4. Эфир телеканала «Беларусь4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Светлогорский химикс играл по нулям с Оршей, а Ричицкий спутник на своем поле уступил лидеру первой лиги Смолевичем. Третий представитель области «Локомотив» встречался с НФК Крумкадши. Матч закончился минимальной ничьей. Сначала на 24-й минуте счет открыл железнодорожник Алексей Гудов, а затем на 65-й минуте гомельчанин Алексей Кравченко установил баланс матча, забив автогол и подарив 1 очко «Ворона». После 22-го тура тройка лидеров неизменно. Смолевичи и Белшина, также «Локомотив», который отстает на 7 баллов. Спутник занял строчку чуть ниже у речицких футболистов в активе 36 очков. Химик на 10-й позиции. Определились победители первенства Беларуси по баскетболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. Первое место завоевала сборная Минска. За ними разместились спортсменки из Гродненской области. Замкнули тройку лидеров баскетболистки Гомельщины. Напомню, в сборную нашего региона входили представительницы Гомеля, Речицы и Светлогорска. В Гомеле завершились Олимпийские дни молодежи по боксу. В областном центре соревновались спортсмены 2002-2003 годов рождения со всей страны. Всего около 75 человек. По результатам соревнований на счету гомельских боксеров 10 медалей. 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. В общекомандном зачете сборная Гомельщины победила. В индивидуальном зачете в своих весовых категориях первыми стали Ирина Виноградова среди девушек и Александр Каревский, Данила Мороз и Виталий Старинский среди юношей. Тем временем определился состав белорусской команды на чемпионат мира по женскому боксу, который пройдет с 3 по 13 октября в российском Улан-Удэ. В сборную вошли и гомельчанки Юлия Апанасович, Галина Бруевич и Виктория Кебикова. За 10 комплектов медалей поборются более 500 спортсменок из 50 стран. Напомню, на прошлом чемпионате мира в Нью-Дели белорусской команде удалось заполучить бронзовую медаль. Ее в копилку сборной принесла Виктория Кебикова. Гомельчанин Денис Санувонг представит нашу страну на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Он пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте. В этом месте будет разыграно 14 комплектов наград, а также квоты на Олимпиаду 2020 в Токио. По итогам командного многоборья станут известны 9 сборных, которые смогут выставить на Олимпиаде 4 атлетов. Спортсмены Гомельского района стали призерами международных соревнований подзюдо в молдавском городе Бельцы. Победителем 17-го традиционного турнира стал Вячеслав Чаишков из «Березок». Еще один представитель этого филиала школы Вячеслав Кривошей занял третье место. Кроме этого дюдоист Степан Терешков из агрогородка Урицкая завоевал серебряную медаль. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok